В афише фильмы, некоторые из которых на слуху, например, крадущийся тигр, затаившийся дракон. И те, которые не бывали в широком прокате, как легенда о демонической кошке. Их объединяет одно – все они основаны на глубоком погружении в культуру и мифологию Китая. Мы специально выбрали фильмы, связанные или посвященные китайским мифам, еще китайской легендам. И даже мы специально для наших детей выбрали еще мультики. Через фильмы можно узнавать китайскую древнюю историю и китайскую культуру. Надеюсь, что всем понравится. Я уверен, что обязательно они смогут все налюбоваться. С библиотекой Институт Конфуция сотрудничает уже на протяжении семи лет. Здесь проходят выставки, презентации, а теперь еще и фестиваль кино. С 15 по 19 ноября все желающие, абсолютно все желающие смогут прийти и посмотреть, ну, на наш взгляд, классические китайские фильмы. Потому что, несмотря на то, что фестиваль девятый уже, мы стараемся подборку фильмов делать интересную для широкой публики. Поэтому в этот раз в фестивале есть фильмы, которые, наверное, многие знают. Вот, например, для открытия мы выбрали фильм «Герой». Фильм далеко не новый, но на самом деле представляющий, наверное, классику китайского кино. Потому что Джанны Моу, думаю, что известный всем миру китайский режиссер. Есть в подборке фильмы с китайскими и английскими субтитрами, а также фильмы с переводом на русский. Как только начинаешь смотреть традиционный китайский фильм, сразу понимаешь, что он, конечно же, сильно отличается. Это, наверное, некое преувеличенное изображение всего. Это действительно исторические отсылки. Это и символика, и символика цвета, и символика изображений, и символика вообще действий, которые происходят. Ну и, конечно, боевое искусство. Все это будет действительно на фестивале, все можно будет посмотреть. В провинции Цзилинь, где находится вуз-партнер Рязанской земли, есть кинофабрика. Побывав там, представители Рязанской делегации решили, что такой фестиваль просто необходим. С тех пор традиция прижилась и явно нашла своих последователей. Вход на фестиваль бесплатный.